привет друзья ну коль скоро попросили меня там в комментах чтобы я рассказал какие-нибудь случаи в жизни самые смешные но до мозгового штурма который мы будем сейчас устраивать я немножко расскажу о себе смешных случаях самых таких смешных два случая расскажу но это на самом деле смешно значит я москве это приехал когда еще был юным юным то шоу значит к своему товарищу и у меня была его визитка в кармане а я был коротенькими рубашка с короткими рукавами вышел из подъезда одного потом доехал потом и забыл где же это ну короче говоря я стою и размышляю и в это время там уже какой-то спиной стоит и я хотел у него адрес просить а он стоит а там мальчик писать и они так стоят и мне неудобно у него спросить потому что такая деликатная ситуация я думаю ну пусть мальчик подписывает а я потом когда они уже ко мне повернуться и стою жду потому что ни у кого спросить ночь но в это время полицейская машина подъезжает раз парень выходит милиционер молодой такой и подходит и начинает их ругать а я заступился и говорю но вы же видите ребенок пишет мне где ему подписать таки никого нету а ты кто такой ну-ка из документы а у меня корабль этой визитки ничего нету короче говоря меня в большинство их и забыли милицию привезли я говорю слушаю ниже надо меня там ждет человека вы меня куда провезли даже знать не знаю ты молчи молчи ты давай молчи это самое начинает меня обыскивать чем не обыскивать а у меня карманчик а там денежки 30 рублей у меня на самолет были приготовлены домой лететь но раз их и взял я говорю ну ты мне хоть пять копеек оставь автобусы и железа эту нить я вообще еще здесь запрел ну короче такой парень оказался да как сейчас помню фамилию москвите а вот сейчас значит он в этот момент визитку то разглядел а мой друг то друг но которому я шел и визитка у меня было там было написано вывозе визитки фамилия и написано значит это управление внешних сношений министерства обороны ну так на меня потом посмотрели они говорят в разведке работаешь а паспорта не имеешь вот короче говоря но смешно было да ну я добрался добрался до другого на следующий день только это что ты такой вот странный человек то как-то мог подъезд перепутать дом перепутать я верну я же москва-то плохо знаю потом меня увезли милицию какую милицию разведчики оказался бог ты мой а вот смотрите второй случай очень смешно значит я был гостиница в москве а мне надо было через несколько дней лететь в германию баден-баден на доклад делать доклады международная конференция по проблемам изучения информатики кибернетики обучения но и меня в аэропорту должна была встретить перед полетом юрина танечка из и там был такой знаете организация такая была фонд культурная инициатива когда сорос первый раз организовал она там как раз вот из этого института была и она должна была быть моей переводчицей вот и я так случилось что я накануне там за несколько дней в гостинице и жил и значит попал у трезвитель каким образом я значит но сидел там друзья у меня были там гостиницы в номере выпили мы немножко коньяка и так далее я вообще коньяк не пью потому что у меня не очень проходил ну видимо немножко как-то у меня в голове зашибело и значит я их провел во двор вышел их провел значит назад возвращался сел на скамеечку чтобы передохнуть и оказывается после этого вытрезвитель попал почему потому что ну не знаю вот потом только выяснил почему потому что я вдруг оказался вытрезвители весь такой побитый и у меня такой фингал как говорится ну мощный синяк мощный 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 я их потом спрашиваю а это что такое а это ты вчера говорит мы тебя в постель хотели уложить а ты вырывался видно не понял где ты находишься таким серьезным тоном но мы тебе типа и пытались удержать ну короче говоря я вернулся в эту гостиницу я нашел комендант этой гостиницы там такой пожилой мужчины сухачавый я его спрашиваю послушайте а вы не знаете а он уже меня выписал к врачу у меня выписали а у меня такой я говорю вы не знаете ли чем саду произошло а он говорит это я милицию позвоню как это вы в медицию позвонили а чего это было ради в медиции позвонили а потому что ты вчера горит пьяный с этажа спустился в вестибюр и при всем народе что-то им всем показывал но я не буду говорить человек показывал потому что через секунду этот мужик мне говорит а ты чё так действительно не помнишь видимо я очень побледнел потому что для меня это ужас я ему с изображением говорю а он еще чё говорит он говорит и ты всем показал и тебя сфотографировал иностранный журналист ну короче говоря он понял что ничего не помню и говорит ну ладно ладно я пошутил я гляну и шутки у такие так вы и милицию вызовет вот такой какой-то оказался то дело же не в нем еще дело в том что у меня то этот фингал а мне надо же завтра послезавтра лететь я поехал к другу и говорю садей а он хочу это с тобой я говорю ну вот вы трезвители был я говорю из гостиницы смешной случай правда это сейчас мне смешно тогда не до смеха мне это лететь на а мне там не только ждут на докладе мне еще июня ждет которая меня первый раз увидит только в жизни она меня спрошусь что это такое у тебя ты же доклад делать ну короче говоря он говорит надень очки что ли какие-нибудь я говорю ну давай у тебя какие очки если у нее были какие-то очки я надел но я-то себя не вижу много это хоть зеркало пойди посмотри так тебе идут как это так идут я смотрю в зеркало такие крупные очки вылитый алькополь ну конечно мне рубильник такой да еще вот эти очки чего-то еще с него там фига вообще ужас какой-то короче говоря два дня прошло и я лечу в аэропорт в аэропорте меня встречает юрина я придумал идею что скажу ей но был на тренировке там по боксу или чего-то но что-то надо было придумать но даже могла изумиться просто как она будет сопровождать и переводить человека вот с таким фига ну типа на тренировке был там что-то такое мучительно выдумал но мы пролетели в баден-баден она слава богу ничего не спасила пролетели в баден-баден на следующий день на доклад делать у меня был запланирован один доклад международной конференции но я сделал доклад и после этого они попросили еще четыре и мы уже делали эти четыре следующих доклада и в этом здании конференции здание еще мы делали там в каракалах там все плавают купаются и все там руки показывают меня с улыбкой типа вова вова так показывают но все ну короче дали мне медаль за лучший доклад на международной конференции да и никто меня ни о чем не спросил потому что им и голову не могло прийти что доктор алиев который так сделал доклад четыре еще что позавчера или два-три лет назад был вытрезвитель московский ну такие интересные случаи правда смешно да ну тогда было не до смеха для чего нам рассказывали вы меня попросили я рассказываю попросили какие-то другие случаи рассказать расскажу другие могу рассказать о том как сергей зорин меня познакомил с термином великим который ленину показывал свой термен инструмент но тогда это еще была лампочка которая зажигалась без прикосновения к ней потом термин создал волокс знаменитый сергей сидел мне показывал альбом про термин а потом год хочет из ним познакомлю я говорю а как ты познакомишь вот он соседнем кабинет этого ну как же он с ленина встречался ты меня познакомишь ну короче я могу все еще раз рассказать как мы с термином встречались но это уже было не смешно а это было прекрасно потому что вдруг увидел человека необыкновенного расскажу если захотеть до встречи